Музыка Следственными органами возбуждено почти 200 тысяч уголовных дел под так называемым экономическим составом. До суда дошли 46 тысяч из 200 тысяч. Ещё 15 тысяч дел развалилось в суде. Получается, если посчитать, что приговором закончились лишь 15% дел. При этом абсолютное большинство, процентов около 80-83% даже, предпринимателей, на которых были заведены уголовные дела, полностью или частично потеряли бизнес. То есть их попрессовали, обобрали и отпустили. Прозвучало, потому что проблема есть, она не решается, и поэтому президент её озвучил. Это вопрос декриминализации, действительно. Ну мало что делается, и поэтому цифры, они просто убийственные. Спустя шесть дней судья Лефортовского районного суда Елена Вячеславовна Канева выносит беспрецедентный по своей жестокости приговор по делу так называемой экономической направленности. Шесть лет реального срока получила падчерица потерпевшего Артура Исакова, имеющая весьма посредственное отношение к этому абсурду, называемому уголовным делом. Всё благодаря фантазии юго-восточных следователей столицы. Потерпевший он, однако, тоже весьма формальный, и тоже исключительно благодаря новеллам следователей в толковании уголовного закона. А вот уж кто действительно пострадал, так это семья Артура Исакова, его избитые родные дочери, их старшая сестра, упрятная за решетку и бывшая супруга Исакова, на чьи деньги Артур Актаевич сейчас так лихо сажает своих дочерей. Сначала они вломились в дом, и когда всё это уже заканчивалось, он начал бить маленькую сестру. Я её начала защищать, и они меня с дедом на пару избили. Младшая сестра увидела у него на руке мамины часы, и она начала плакать, потому что, папа, сними, пожалуйста, часы, это не твоё. И он её избил. Она, ну, он накинулся на неё, и его отец начал её оттаскивать. Её от него? Чтобы она его типа не ударила. О, Господи, а ей сколько было? 13? Ей 13, она маленькая. И потом я оттащила её, и они меня вдвоём побили. Вот уже более 25 лет редакция «Момент истины» является автором самых громких и резонансных расследований. Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату. Если вы столкнулись с беспределом в суде. Если вы испытываете незаконное уголовное преследование. Если вы встретились с произволом чиновников. Если вам есть что рассказать. Звоните в редакцию. Мы действительно, в смысле, приходили. 25 июня забирали оружие. В смысле, это процесс нашего раздела имущества. Вы ребёнка-то зачем избили своего? По данному факту, в смысле, было возбуждено уголовное дело, в смысле, следственным комитетом. Оно было прекращено. Многие наши зрители помнят, что «Момент истины» проводил журналистское расследование. Совместно с коллегами из «Российской газеты» и «Газеты Трибуна». Так, редакция «Российской газеты» озвучивала фамилию следователя, возбудившего несколько уголовных дел, названных автором статьи «Странными». Возбуждая два этих странных дела, привлекая в качестве обвиняемых Зайна Буддинову и Циклаури, следователь Гордиенко проявил чудеса гибкости в трактовке законодательства. Кроме того, в этой же статье поднимается вопрос о необоснованности возбуждения уголовных дел следственными органами именно Юго-Востока Москвы. А в одном из номеров газеты «Трибуна» публиковались результаты журналистского расследования редакции «Газета». Речь шла и о полутора десятках судебных исков Исакова против компании Натали Циклаури в арбитражный суд города Москвы, в который ему отказано, поскольку все документы, представленные юристами Исакова, оказались поддельными. Результатом выявленных журналистами нарушений и противоречий при расследовании уголовного дела Артура Исакова против собственной семьи явилось возвращение его прокурору с указанием устранить нарушения. Уже тогда по реакции одиозного папаши Артура Исакова было видно, что такое положение вещей, когда его дочери и жена живут на свободе, его не устраивает. «Видите, пожалуйста, камеру. Конечно, ваше выполнено. Камеру отберите, пожалуйста. «Видите, пожалуйста. Все, он просто там разговаривал. Читаю, я не могу понять, какая играть здесь делается. И защита смеется заявлять о том, что экспертизы выполнены в пост. А экспертизы выполнены в пост. Не в полном объеме защиты, говорит. «Видите, пожалуйста, присядьте». «Я прошу извини. 150 миллионов я должен был, так сказать, получить на руки. Я получил одну шестую в своем доме. А все такое. Как его продать в твою шестую? Объясните мне. Как ее продать? 200 квадратных метров выделили мне, смысл, в моем доме, что ли?» Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату, если вы столкнулись с беспределом в суде, если вы испытываете незаконное уголовное преследование, если вы встретились с произволом чиновников, если вам есть что рассказать, звоните в редакцию. Я считаю, что проблема заключается в том, что в настоящее время стерлась грань между гражданскими правоотношениями и отношениями, которые правоохранительные органы вкладывают в статью 159 Уголовного кодекса. Данное дело – это яркий пример. То есть мы видим, что, с одной стороны, у общества есть решение суда, которое вступило в законную силу о том, что общество вправе совершить сделки. Общество эти сделки совершает. Получается, что мошенничество. Тогда как быть предпринимателем в таких случаях – непонятно. Как мы рассказывали в предыдущих репортажах, так и сейчас никаких надежд на объективное расследование и объективный надзор по этому делу не было ни у кого. Однако полной неожиданностью стала просьба государственного обвинителя наказать ГНС за Инбуддинову на 7 лет реального срока и несколько миллионов рублей штрафа. На фоне этого вынесенный судьей Каневой приговор на 6 лет уже не так удивляет. А ведь и прокурор, и судья – взрослые женщины, вероятнее всего матери. О каком внутреннем убеждении судьи можно говорить, не говоря уже о декриминализации бизнеса? Год назад формальному потерпевшему и формальному папаше Артуру Исакову не удалось довести до того, чтобы Мосгорсуду пришлось бы разбираться и расставлять точки над «и» в этом деле. Убеждены и сейчас, что Мосгорсуд разберется, наконец, в деле и не даст испортить только начинающуюся взрослую жизнь ГНС. Жаль только, что чьи-то корыстные интересы и подковерные игры добавляют работы таким судьям, как, например, Маргарита Котова или Ольга Егорова. Ведь именно так, руками таких людей, ежедневным трудом, на практике и реализуются президентские послания, декриминализуется бизнес и создается благоприятный климат, о котором мы так много говорим.